В каком городе? Это мой дедушка. Из Румынии. Мой дедушка, румынский антифашист. Это медальный мой дедушка. Дай немножко поврежу. Победа на Германии, румынской народной републике и ветеран. Молодчина. И ветеран антифашист тоже. Вот ветеран антифашист. Да. Молодец. С праздником, дорогие друзья, дорогие подписчики. С 9 мая. Из Берлина. Выражать то, что мы считаем нужным, несмотря на то, что... Ребята, послушайте, что мы говорим. Государство, это государство, к сожалению, стало на сторону насыщающего режима на Украине. И продолжает его поддерживать вооружением, политически и материально. И к этому, к сожалению, присоединилась современная берлинская полиция. Все правильно. Позор, дики! Сегодня у нас крайний респект Цумберлин и полицаи. Тут мерляет, емс. Разрешите вчера и сегодня отказать. Это вообще... Мы вас уважаем и ценим за вашу работу. Позорники. Ребята, слышите, что говорит парень? Немецкое государство сделал ошибку в этот раз. Позорники полиции и я, которая вчера разрешила наши флаги советские, а сегодня отказали. Они дали о том, что... Да, за час. Позорники. Позорники. Я вот и говорю. Все люди нормальные говорят. Позорники. Они ничего не научились. Ничего. Уроды. Они сначала разрешили. Которая... Да. Вчера еще было, да. Я тоже удал. Высле, что ребята говорят. И им... Запрет все равно. У девочки, хочу рассказать, что было. До сих пор тема сейчас... Преимуне с пропасом. Ирина Карлсуэ. Спасибо за внимание. Будьте с нами. Россия победит. Россия всегда победит. Ура, товарищи. Ура, товарищи. Ура, товарищи. Ура, ура. Победа. Победа будет за нами. Враг будет разбит. Обязательно. Обязательно. Умничка. Молодцы. Спасибо. Всем спасибо. Всем здоровья. Всем мира. Да, спасибо вам. Ребята, вот посмотрите, как думают многие. И, кстати, немцы тоже так думают. То же самое. Точно так думают. Вот они, наши ребятки. Смотри, которые приехали. Ребят, мы сейчас просили. Байкеры приехали даже в Словении подержать. С праздником! С праздником вас! Молодцы! Класс! Поддержку 9 мая. Приехали сюда с разных вещей. И полиция их останавливает. Молодцы, это. Молодцы. С карта и с полицейским повезут. А, да, да, да. Они будут сопровождать. Полиция будет их сопровождать. Обалдеть! Посмотри, сколько их. Посмотри. Молодцы, ребятки. Классные. Фашизм не пройдет. 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 Внимание! Говорит Москва! Нас не пропустила, говорит, не пустим. У нас как вообще здесь делают, что с нами хотят. Это называется свобода. Это называется свобода? Попускай на свобода. Это просто кошмар. Представьте, нас не пропускать, чтобы мы шли, ну как наш полк. Она, она, ты ко мне, поближе. Какие способов на уровне? Какие способов на уровне? Менстер. И долго дала? Да, так. Какие-то дала. Сейчас мы с вами 10 минут, 100 минут. А что? А что? Ну, это он. Винчин, да. Да. Мы будем себе попробовать ищать с интерьем швой. Не знаю почему. Они сказали, я спросила, сейчас полиция сказала. Сказала, ну, когда, короче, почему так творится? А мы не хотим, чтобы какие-то там, что-то кому-то случилось у кого-то, что-то. Ну, это все придумано. Ты же знаешь, что получилось с этим всем делом. С лагом и все. Правда? Вообще, я уж тоже сказала своим. Но они сказали, через час все пройдут. Она, в обезду. Она. Я зашла такие, ребята. Зашла такие. Это нас не пускали, очень тяжело пускают и вообще. Посмотрите, что творится. Людей буквально вон стоят, не пускают. Парсонально. Просматривается все. Все просматривается. Да им 100% на них давят сверху тоже. Они нормальные люди. Они, может быть, даже за нас. Да, они абсолютно нормальные. Я видела одного даже немца, когда запели песню, он чуть не плакать стал. Я видела. Я видела. А, кстати, в полиции тоже русские. Руслан дочек много. Русских немцев. Так что это... А что им остается делать-то? Мы все марионетки, правда? Реагировать так. Просто начинается такая негативная реакция. Понимаешь? Мне, например, не нравится это. А вы не знаете, потом пойдут все туда, да? Да, они сказали, надо откуда выходить. Потом следующую порцию запускают. Когда здесь уже меньше людей. Понимаете? А, ну все, тогда... Ну да, пойдем, подойдем туда. Почтим. Если нам разрешат, честно. Прочтим. Пошли. Так, ребята, я подхожусь. К сожалению, не взяла цветов. Почему? Потому что мы женщины, и мы побоялись брать цветы. Откуда знать, что будет? Ожидалось всякое разное. Правда? Да. Вот, и поэтому... Некоторые цветочки... Ну, у них с ними и ребята, уверенно. Вот. Еще раз всех с праздником. Друзья, с праздником. Всего вам самого, самое лучшее в вашем дому. Вашим детям. И всего самого, самого наилучшего. Потому что твои... Девочки, можно вас снять? С вашими, нет? Ну, давайте, давай. Ну, это в карасе смотрят. А что это... Почему нет? Это ваши... Ваши кто это? Ваши... Ребята, это все бессмертный полк. Минута молчания. Ребята, это все бессмертный полк. Ваши. 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 Подół. Ваши. Ваши. Подолк. Чо? Я чаще. В Молодец, молодец, его боялся, браво, браво, его боялся, запретили, его боялся, да? Как вы слышали, это была минута молчания, я не могу громко говорить. Ура! Ура! Моя подружка плачет, лапушка. Это точно немец кладет цветочки, какой молодец, посмотрите ребята, здесь вообще все вместе. Какой интеллигентный мужчина, да? Он вообще приятный, да? Да все нормальные люди понимают, как это вообще можно не понять. Прикольно, с праздником вас уже. Молодчинка. Вот умница. Вот классно, классно. Красава, красава. Давай, давай, давай. Идем дальше, бессмертному полку подходим. Вы слышали, что люди рассказывали? Продажные, продажные политики. И это народ, между прочим, не русский, который собрался здесь. Это народ русскоязычный, который собрался здесь. Правда ведь? Ну? Я тебя не снимаю. А? Это народ, как правило, не русский, а русскоязычный. Правда? Ну, естественно. Ребят, вот бессмертный полк. Смотрите, сколько людей. Много. Молодцы. Собрались. Это центр города, где памятник освободителю. Посмотрите, сейчас подойдем. Давай сюда. Посмотрите на всех этих людей, которые собрались почтить память своим родственникам, освободителям, своим дедам, своим прадедам. Посмотрите, как это все. С праздником, где ребята? С праздником. Смотрите. Слушаю. Ребята, что вы думаете о сегодняшнем мне? Вы живете здесь? Живете в Берлине. Что вы думаете? Ну что, мы должны память просто чтите и... Правильно. Да, я тоже так думаю. Сколько вы живете лет? Достаточно. Я 38. Нет, по-меньше. Да? Но все равно, но долго, да? Да. Смотрите. Спасибо. Ребята, сейчас вам покажу байкеров, которые приехали с разных мест не только Германии, а с разных мест даже Европы и Словении, например, которые хотели поддержать 9 мая в Берлине. И вы посмотрите, их задержали здесь искусственно, полиция. Хотя ничего плохого не делали. Сейчас вы их увидите. Ребята, русские ребята с мотоциклами приехали сюда в поддержку 9 мая. Их полиция проверяет. Смотрите, видите, что творится. Сейчас покажу. Вон, полиция. Видите? Смотрите, смотрите. Видите, полиция? Вот, 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 вот. Посмотрите, что они делают. Байкеры русскоязычные. И вон, полиция подошел к ним, что-то с ними разговаривает. Господи, ой, везде, везде препятствия нашим русскоязычным. Хотя все так чисто, чистое, нормальное было. Никто никому не лез. Все было спокойно, без всяких провокаций. Я буду баба с байкерами. Не было больше, потому что они не наши байкеры. Да нет, это же вот эти... Я уверена. Нет, их было, потому что их там было, блин, человек 200. Только народу собралось здесь, чтобы почтить память о своих... Не потеряй меня, она! Пойди, да. Анна, вы без ду... Анна, помогай! Анна! Тоша, Анна! Нет, твою подругу еще. Анна, Анна, не потеряй меня, ладно? Посмотрите, масса людей. Посмотрите, как люди ничего не боятся. Они хотят почтить память своих отцов, прадедов, дедов и так далее. Как можно так? Почти 15 миллионов русских умерли. 7 миллионов примерно умерло евреев и так далее и тому подобное. Вообще не знаю. О чем мы вообще говорим? Как запретили флаг советского, советский флаг. Сначала разрешили, а потом отказали. Я считаю, это просто нонсэн. На берлинной браге. У кого сегодня нет с нами. С праздничком еще раз. Вот, я обраны Бурских ворот. Украинцы уже раздают здесь флаги и так далее. Здесь людей очень много будет. Надо быть очень осторожным. Смотрите, что творится. Покажу. Я буду молчать. Иначе мне могут... Это в центре города находится недалеко от Браздубургский хорород и недалеко от Ристага. Как видите, вечная память героям, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками свободу и зависит от Советского Союза. И нас частями пускают сюда. Только люди хотят все внутрь, но их не пускали. Так что так. И молодые, и не молодые. Все, все, все хотят почтить память. Так что, ребята, кто-то говорит иногда... Ребята, кто-то иногда мне говорит, а ты живешь там в Германии, убежал из России. Можно жить не в России, а можно любить свою страну. Понимаете? Любить историю своей страны. Так что это не значит ничего. Если не живешь в стране, значит не любишь страну, не любишь людей. А слушайте. Ребята, смотрите, сколько людей ждет, чтобы сюда зайти еще! Друзья, девчонки, поздравляем 9 мая. Девчонки и мальчишки. Мальчишки, да. Всего самого наилучшего. Мира нам и счастья. Самое главное, чтобы мир на земле был. Это самое важное вообще в нашей жизни. И сейчас как никогда вообще об этом надо помнить, ценить. И это сегодня день памяти. Так что всех поздравляю. На здоровье. Сбьем победы. Соединяйтесь. Офигенно.